приветствую возвращаемся в игру демон соус продолжаю автономно после вчерашней сессии о как быстро загружается там прекрасно после вчерашней сессии я почитал наконец-то про характеристики и вот что я почерпнул то есть открыл куда демон соус вики тут все на английском но в принципе разобрался саллевел то есть самый первый уровень души он влияет на физическую магическую защиту и защиту от огня то есть чем выше уровень тем больше защита соответственно вот у меня минимальный но при этом уровень души зависеть на стоимости душ то есть тут за души можно прокачивать все характеристики и чем выше уровень души тем дороже стоит прокачка так что в этом плане мне даже повезло хотя я самый хилый ну видимо типа мага что-то вот знать такая души понятно нужно душ это видимо для следующего уровня жизненная сила вот по сути вообще очень важный показатель вот у меня 8 вот описание читаю health item burden burden в общем дает здоровье и вес снаряжения вот у меня 37 то есть жизненная сила повышает возможный вес вот этого снаряжения который можно таскать с собой так или я что-то путаю вес снаряжения так базовая стойкость вес снаряжения а вот неправильно вес снаряжения и грузоподъемность вот оно да то есть вес снаряжения это с какую массу можно на себя надеть соответственно вот показатель жизненной силы каким-нибудь тяжелым рыцарем вообще просто необходим чтобы супер тяжелые доспехи надевать а есть еще показатель просто грузоподъемность это сколько всего в принципе можно с собой таскать шмоток вот на восемьдесят шесть единиц что в общем то здорово поиск предметов но это с какой вероятностью будут выпадать предметы с монстров сила атаки защита вот есть физическая защита от дробящего рубящего кольща от магии от огня от кровопотери сопротивление от яда и от болезни вот но не суть в общем жизненная сила дает здоровье и вес снаряжения дальше интеллект вот эта штука прям будет моя дает ману и спелл мэмори память заклинаний насколько я тут почитал что-то вроде ячеек заклинаний есть то есть сколько заклинаний вы можете запомнить меня сейчас одна из одно заклинание пока правда я не знаю где посмотреть но это логично следующий показатель выносливость этот нога она дает стамину ну собственно выносливость зеленую полоску дальше и clip clip бурден а все я вообще вам все неправильно вот по-английски и clip бурден то есть экипировка значит вес снаряжения значит выносливость выносливость повышает вес снаряжения а вот жизненная сила как раз общий носимый вес дает вот так вот дальше выносливость дает защиту от огня и сопротивление кровотечению и яду принципе тоже классно сила увеличивает урон оружие которое требует силу но здесь уже как в нашей любимой готики так допустим смотрю я свою смотрю я свою рапиру требования к характеристикам ловкость тоже требуется физический урон вот здесь я не совсем понимаю но судя по всему ловкость будет давать бонус к урону рапири насколько я понял потому что это оружие ловкости так что все закрыл ловкость дает бонус оружию ловкости магия вот это тоже будет мой показатель magic weapon бонус бонус к магическому оружию к атаке и усиливает мощь заклинаний вот magic spell дамаж вот прям вот это хочу то есть моя стрела души будет лупить там со страшной силой дальше вера бонус оружием веры то есть такие тоже видимо будут и чудеса урона чудес и лечение miracle дамашин хилен также память чудес ну то есть ячейки сколько их можно будет выучить и магическую защиту дает то есть вот такой важный показатель вера подумаю подумаю но скорее всего трогать не буду скорее всего я буду не знаю может какой-нибудь конечно чудо мощное попадется но в принципе я что мне понравилось этой волшебной палочкой колдовать буду скорее всего заклинаниями пользоваться соответственно магию прокачивать и удача она повышает шанс падения предметов ну судя по всему вот этот вот навык поиск предметов будет увеличиваться и также удача повышает сопротивление к болезням что довольно круто но вот в принципе все рассмотрели чтобы прокачиваться также почитал нужно победить первого босса фалангу это я уже сделал и в нексусе поговорить вот с этим как его там зовут а вот увековечены ждет тебя наверху я вчера бегал вообще не нашел ничего но сегодня большое спасибо моему одному из старейших подписчиков канала он мне объяснил что на самом деле я просто его не заметил то есть вот этот вот увековеченный среди каких-то там мертвых детей сидит ноут я на них кстати внимание от обратил вчера еще типа такой что за мертвые дети вот и оказывается оказывается там два трупа и между ними сидит вот этот вот гад и вот после разговора с ним вот уже это слепая женщина сможет нам опять они туда сможет нам прокачать за души характеристики так вот вот он как я вчера его пробежал и свечи и и В далёком прошлом мир был единый, а его правитель нёс благо, используя таинство душ. Так было, пока жажда власти не пробудила старейшего. По земле растёкся бесцветный туман, а мир оказался на краю гибели от орд демонов. К счастью, мы сумели погрузить старейшего в сон, но лишь после утраты бесчисленных душ, после утраты большей части мира, стёртого туманом, чтобы восстановить оставшиеся земли, мы доверили шесть бесценных обелисков шести правителям. Один, кстати, разрушен сейчас. Один королю небольшого, но трудолюбивого народа. Вот я там был уже в этом обелиске. Один королю подземных жителей. Один мудрый королеве великой башни слоновой кости. Один вождю потерянных и обездоленных душ. Один шаману теней, что поклоняется бурям. Вот и шестой как раз разрушен обелиск. Вот он, ещё один великаном северных земель. Обелиски установили в уцелевших приграничных землях. Мы заключили старейшего под Нексусом и запретили таинство душ. Наконец, мы стали увековеченными полуживыми стражами тканей реальности. Увы, остальные увековеченные погибли. Все, кроме меня. Могущество увековеченных сломило печати на четырёх обелисках. Ага, то есть теперь я могу в любой обелиск пойти. Теперь твой черёд. Тебе нужно вновь усыпить старейшего и навеки запечатать его. Да пробудиться, спящий. Если этого не сделать, туман поглотит весь мир. Что? Я вообще мимо проходил, чуваки. Хватит ли у тебя сил, чтобы взять на себя эту ношу? Принять задание? Да, я посмотрю, что можно сделать. Да, какое счастье, что ты с нами. Вступай же и уничтожь всех демонов до единого. Без демонов, что питают его душами, старейший начнёт искать слугу и призовёт тебя в своё чрево. И там-то я его изгоню. И там-то я его изгоню. И там-то я его изгоню. Ну что ж, теперь становится более-менее ясно. Единственное, что я тут вообще мимо проходил и вот в такую передрягу ввязался. Ну ничего, будем разгребаться. Теперь надо поговорить с женщиной с этими восковыми глазами. Ужасно, это же ужасно неудобно. Камень белого окна, камень синего окна. А камни ока способны вот так, разные миры. Если вы утратите физическую форму, вспомните о камне ока. Но, кстати, синий камень-то я уже нашёл где-то. Я даже забыл где, но где-то нашёл. Чрезвычайно редкие предметы, судя по всему. И, насколько я понял, при смерти я вот снова душой становлюсь, формой души. И, чтобы вернуть тело, нужно победить вот этого мощного демона, то есть босса. Либо использовать вот этот расходник. Так, ещё раз. Ох, сколько у меня тут этих душ. Оковы Нексуса. Высвобождает все души и возвращает в Нексус. При гибели телесной оболочки ваш дух возвращается в Нексус, увы, утратив все собранные души. А, я понял. Вот, камень белого ока. Ну, это, судя по всему, для сетевых функций предмет. Вот, чтобы в чужие миры, типа, можно попадать к другому игроку в игру. Победите призвавшему победить демона, чтобы вернуть своё тело. А, ну вот, ещё можно другому игроку. Да, ну, сетевые, понятно, штуки. Вот, камень бесплотных глаз. Вот этот я нашёл и перепутал. Так, ну всё ясно, как прокачиваться? В чём дело, ты ищешь... А, могущество душ? Да. Коснись демона внутри себя, пусть эти заблудшие души станут твоими. Поговорите. А, ну то есть мне служишь, ну ладно. Обрести могущество душ. А, так вот. И смысл я это всё гуглил, я просто, ну, поспешил. То есть надо было всё-таки вот эти базовые стандартные вещи сделать. Вот вам описание, пожалуйста. Жизненная сила увеличивает максимальное здоровье и грузоподъёмность. Интеллект увеличивает максимальную ману и память заклинаний. Выносливость. Стойкость, допустимый вес снаряжения и ряд сопротивлений. Ну, как я уже сказал. Огонь. Яд. Сила. Общую силу атаки для каждой руки. Ловкость. Укрепляет физическую защиту и снижает урон от падения. Вот так вот. А на Вике вообще другая информация. И кому верить? Наверное, игре стоит верить. Ловкость. То есть сила повышает атаку оружия. А ловкость повышает защиту и снижает урон от падения. Магия. Улечёт силу магии вера и магическую защиту. Так, понятно. Сопротивление болезни. Так, уровень души. Уровень души. А, я понял. То есть уровень души не прокачивается. Он вот будет. Всё. За каждое повышение характеристик прокачивается уровень души. Я понял. Ну ладно. Так, и сразу мне тут показывают, сколько здоровья станет. В принципе, такая. Очень много цифр, как в японских РПГшках. Но в целом всё вроде бы понятно. Чуть-чуть здоровья накидывают. Интеллект от маны накидывает. А, и вот видите, ещё уровень души повышается и увеличивается защита от физики и от магии. А от огня как увеличить? А никак. Видимо, только предметами. Кровопотеря, яд, болезни. Да нет, смотрите, всё-таки... Всё-таки ловкость увеличивает урон от оружия ловкости. Вот у меня есть рапира, которая требует ловкость и силу при этом. То есть она под оба показателя подходит. Увеличивается оружие левое оружие 2. Левое оружие 2 у меня... Я не помню, что там у меня. По-моему щит. Правое оружие 1. Так, не всё ясно. Так, пока не буду ничего прокачивать. Сейчас сделаем вот так вот. А, кулаком, понятно. Так, надо сейчас переориентироваться. Сейчас я сделаю... В правую руку положу рапиру. А в левую руку положу серебряную палочку. Вот так. Вот эти, кстати, зелёные тоже цифры я почитал, посмотрел. То есть снижение в процентах физический урон 45. Это если я блок поставлю с помощью этого оружия, то на 45% снизится нанесённый мне урон. Малый щит вообще на 90% снижает сразу урон от физики. Это очень круто. Так, в правую руку... Ну, здесь мне ничего уже не нужно. А в левую поставлю... Ну, щит поставлю. Вот так вот. Всё. Вот таким образом я решил бегать. То есть... Буду сражаться магией и стараться, по крайней мере. Потому что мне реально очень понравилось бить стрелой душ. Сейчас надо привыкать. Потому что я уже вчера привык, честно говоря, переключаться вот на слоты. То есть в левой руке у меня типа всегда был... Щит. Вот. А сейчас левой рукой... Сейчас левой рукой я буду колдовать, а правой колоть. И стараться не попадаться никому под удар. Ну, как-то так. Ну, в определённых ситуациях можно будет переключаться на щит. Щит. Так, ладно, понятно. Обрести могущество душ. И таким образом, проанализировав, мне нужна, значит, магия. Мне нужен интеллект. И я думаю, что мне нужны... Жизни. Выносливость. 9. Ловкость. 12. Магия. Вера. Удача. Так, что прокачать-то? 690 душ. Так, ну допустим. Вот так сделаю. Ага, не хватает. Вот, смотрите, там снизу память, показатель памяти растет. Память заклинаний, память чудес. Значит, красный шарик — это память заклинаний. На 14 уровне — 2. На 18 — 3. Ага, ясно. И насколько я почитал, насколько я понял, на 24 интеллекте будет максимальное значение памяти заклинаний 24. Просто 4. Так, ну ладно. Допустим, вот так. И магия. Допустим, так. Сила магии — 1800 будет. Неплохо. Сейчас как-нибудь более сбалансированно попробую. Допустим, вот так вот. 12, 14, 15. Раскидаю. Так, 9 уровень душ сразу, просто сразу. Ну, поехали. Да, подтвердите. Вы можете запоминать больше заклинаний. Допустим, что вы можете запоминать. Отлично. Так, и сбрасывать, насколько я помню, уже вообще нельзя показатели. То есть, прям по хардкору, как по олдскулу. Если случайно ошибетесь, то все, можно запороть общий билд. Ну, я сейчас пока ничего не понимаю, только я решил, что буду драться и при необходимости в основном колдовать. Так, и, пожалуй, давайте-ка я проверю сейчас, как это работает, и все просто сожру свои вот эти вот души. Вот душа неизвестного воина. Поглотите, чтобы получить души. Использовать. Ну, все. 1200 душ. За 6 у меня было. Это что? 120 душ, что ли? Нет. 660. Запутался. Так, душа неизвестного героя. Использовать. Две штуки. По 400 за каждый. Душа прославленного воина. 4 тысячи сразу. Очень круто. Так, душа великого воина. Вот эти души у меня все за делюкс издания. Они у меня вот были у этого запасливого тома. Лежали. Да, деньги решают. Суперсила. Как у Бэтмена. Душа легендарного героя. 10 тысяч душ. Обалдеть. А еще есть свинцовая душа демона. Душа фаланги. Я не знаю, что делает душа демона. Пока что я ее, пожалуй, придержу. Кстати, сколько она весит? Вообще нисколько. Так, обрести могущество. Так, как бы распределить-то... Так, как бы распределить-то... Если интеллект прокачать, чтобы прямо много было. Прямо много-много. И четвертый память заклинаний. То есть сразу до четырех сделать. 6600 душ еще осталось. Магия не останется. Так, магию. Ага, всего лишь на две единички. Допустим, вот так. Так, и все, не хватает. Пятнадцать. Пятнадцать. Достигнет. Сколько? Двадцать четыре. Когда будет четвертая память заклинаний. Ну и жизненную силу там где-нибудь. Сколько-нибудь тоже сделаю. И там уже посмотрим. Ладно. Все, круто. Ну что ж, какая-то получилась прямо... Да, спасибо. Получилась прямо какая-то разговорная серия. Но она была очень важна. На самом деле. Бонус к характеристикам. Серебряная палочка. Серебряная палочка. Полная ерунда. Так, ну ладно, с просвещенным или кто-то вековеченный поговорил. Прокачался. С кузнецом поговорил. С Томом тоже ерунда полная. Поговорил. Ну да. Разрушена белиск великанов. Это прям как боги войны восемнадцатого года. Разрушена башня Йотунхейма в страну великанов. Ну да ладно. Так, ну здесь я сделаю паузу. Вам, наверное, была эта серия скучная. Но мне она была необходима. То есть я разобрался в характеристиках. Вроде бы как все уяснил. Понял, как теперь, что работает. Ну и дальше непосредственно исследовать, исследовать, еще раз исследовать и сражаться. Оставайтесь с нами. Спасибо. 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 Спасибо.